А вы знали, что суперкар компании Corvette спизил дизайн автоваза? Американские представители тоже не знали. Нашлись герои, которые не побоялись высказать им это в лицо. Канал PaiVisai. Это годный русский юмор из Нью-Йорка. Пранки, соцопросы и чат-рулеты с суровыми крестьянами. Эрнеста, сумасшедший ведущий, ждет вас в пантеоне лучших комедиантов Ютуба на своем канале PaiVisai. Реальная годнота. Ссылка в описании. Подписываемся. Итак, здорово, ёпты. Сегодня речь пойдет про игру года по версии Ванамаса Трэйнфэва. Запиливаю очередное-очередное видео по этой игре. Это уже третье видео. По теме сегодняшнего видео, теме сегодняшнего урока, то, что, конечно, разочаровался я в этой игре. В принципе, многие минусы я уже до этого видел в предыдущих видео. Но, собственно, во втором видео, потому что в первом видео там я вообще мало знал. Во втором видео я уже много знал. А сейчас, по идее, по крайней мере, по поездам, по экономике я знаю, можно сказать, все по этой игре. Поэтому я знаю все минусы, плюсы, понимаю, как что работает и много чего понастроил. И, блядь, вот, конечно, по сути добился в некотором роде такого промежуточного пика. Не совсем пика, но промежуточного пика. И разочарование наступило, ёпты, мазфака. Печаль, беда, обидно, нахуй. Вот, сегодня про это речь пойдет. Любимые паровозики. Тем не менее, это все равно игра года, да, подарила она мне самые пиздатые ощущения вообще. Не то, чтобы даже в этом году, даже, пожалуй, за последние много лет, блядь. Не знаю уж сколько, но много. Ну, Мафия 2, вот. Ну, или какая там последняя 3 была, блядь, или 2, которая в 2010 году там мне подарила много чего. Так, потом мне тяжело вспомнить. Дота особо не дарила, просто задротил. Бо-о-о, так что, значит, по этой игре, да? Ну, в этой, это, в общем, такое полу-летсплейное видео, да? Ну, как бы с аналитикой, да? То есть, это не просто летсплей, нихуя. А здесь я буду больше, как бы, аналитика, вам все показывать, рассказывать. А здесь, поверьте мне, будет на что взглянуть, поэтому рекомендую смотреть. По крайней мере, тем, кто нравится эта тема паровозная, блядь. Даже если вы не играете, потому что, ну, мало кто играет. Хотя я даже на стиме увидел один чувак обзора, отзыв об этой игре, написал, типа, посоветовал намаз, купил. Не помню, правда, что там дальше он написал. Бот. Соответственно, у меня вот сейчас 115 миллионов денег, это очень много. Как вы помните, я в предыдущих видео жаловался, что уходил в глубокий минус, так и было. Но вот выровнял экономику, причем не за счет даже грузовиков, хотя грузовики тоже играют роль. Но сейчас у меня дохуя поездов, да? Как бы дохуя, дохуя, нахуяривал, дохуя, нахуя, расхуяривай. И, блядь, в основном все за счет поездов. Вот, понял, как все работает, даже не знаю, смогу ли я объяснить все, потому что это, ну, хуй знает, попытаюсь, да, как бы. Очень много информации, да, все, в общем, понастроил. И почему же я разочаровался, да? Давайте вначале начну, почему я разочаровался. А потом все-таки к обзору уже того, чего я понастроил. Вернемся. Каких-то планов, все равно я не до конца еще доиграл, да, еще буду поигрывать в эту игру. Видите, какой я мост построил, да? Раньше бы я охуел столько денег. Это, видите, какой он высокий. Достаточно дорого, но вообще я легко такие строю. Конечно, опять же, это вот минус игры. Кстати, отзывы читал, все на это обращают внимание, что проблемы со строительством трасс, с перепадами высот. Но это я уже в втором видео отмечал, в общем-то, они никуда не делись. То есть, вот видите, да, какой у меня мост настроен. Ну, конечно, в реале в мире есть такие мосты, но их там один-два, блядь. Они даже более высокие. Здесь так, если формально говорить, ну, высота этого моста какая она, блядь. Там, не знаю, 30 метров, да, ну или 50 метров. А в реале есть даже чуть ли не по 500 метров. Но они не длинные, но есть такие во Франции, что ли. Так вот, давайте вот, с чего я действительно реально разочаровался. Короче, как вы помните, во второй части я говорил, но никто, естественно, не помнит, потому что и просмотров достаточно мало было у видео. Я говорил о том, что я строил типа мега-проекты, да, мега-развязки. И на тот момент я не знал, как они будут действовать, да, я их строил, надеясь на логику, на здравый смысл, на разумизм, вот, но все не заработал так, как нужно. Сейчас я про них подробнее расскажу. Вот, видите, успешная станция. Здесь у меня, правда, целых три линии, но на ней вот 63 человека. Как видите, просто на перроне толпы стоят, да, вот видите, толпы, толпы, толпы. И такие же толпы идут. Даже не знаю, смогу ли я в этом видео все раскачать, что я понял. Блядь, проблем в том, что еще рендерить придется долго. Пиздец, нахуй. Не, я, наверное, не буду его длинным делать. Максимум 30 минут, по возможности 20 минут. Вот. Так вот, построил я эти линии мега, да, давайте покажу вам их. Ну, относительно, не то чтобы мега, но приличные. То есть, вот первая линия была, которой я хвастался, здесь у меня ходил самый длинный поезд. вот она идет, вот, 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 фабрика, вот, вот, в город, вот, вот, перрон, вот, 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 она идет во второй город. И здесь это акт идет, 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 и опять сюда, вот, круговая линия, то есть вот сверху если посмотреть, вот, вот такой вот кружочек. Вот он, вот он, до штрауда. Чтобы построить эту линию, я подзаебался, это было тяжело, когда у тебя нет денег вначале, когда я строил. Ну, это уже было нихуя не начало, но все равно, блядь, в общем, это все дорого стало, да, и тогда я еще полностью экономику не понимал, вот, и что же в итоге, в итоге у меня по этой трассе не ездит поезд, потому что я его нахуй продал и понял, что эта трасса ебанутая, почему же она ебанутая, потому что, ну, она, блядь, много, скажем так, неоптимальная, да, на ней длинные, длинные промежутки, долго едет поезд и при этом нихуя ничего не получаем. Короче, как работает экономика, да? Работает она просто, блядь, вот она производит сколько-то, да, вот это, к примеру, ноль, потому что затухло. Я строил-строил, блядь, и забросил, ух, ебать, сколько здесь народу, пиздец, смотрите. 101 человек, охуеть. Так вот, есть производство, а вернее даже не производство, а отталкивается все от потребления, блядь, городов. Ух ты, ебать, сколько здесь, 82 это, при том, что еще погрузилась, ебать, там. Он приехал, а, не, не погрузилась, 88, блядь, хуеть. Эти канистрами просто. Так, так вот, отталкивается все от экономики городов, у города есть потребление, причем они не, то есть количество жителей не зависит, какое потребление, оно варьируется. Потому что потребление, вроде, от промышленности зависит, а вот это что, промышленность зависит, не знаю. Вот это у меня уже достаточно большой город, который я, кстати, раскачал. 650 жителей, а было, блядь, я его раскачал с 300, что ли, достаточно быстро. И вот у него потребление всего лишь 59, да, 54-59, а он достаточно большой. 650, вот это посмотрим, Тедли, да, рядом. Там 618, у него даже меньше жителей, там 650, здесь 618, а потребление больше, 77, а там 59. Ну, вот это, видимо, промышленность, то есть рабочие места 562, и здесь 432, да, меньше. Похоже, от рабочих мест зависит потребление, то есть не от жителей, а от рабочих мест. Рабочие места зависят, но они много, по идее, от чего зависят. По идее, они не только от промышленности, ну, не знаю вообще, от чего не точно зависит. Наверное, от промышленности, но, возможно, еще все-таки торговые объекты есть, коммерции. Я немножко быстро говорю, потому что, блядь, если говорить медленно, вообще нихуя не успеешь. Вот, город разросся, да, он растет, блядь, но растет он очень медленно, и законы я его узнал, да, то есть, как он растет. А, собственно, он растет легко, на самом деле. У тебя есть, например, жилое здание, да, и у него жителей 10, и оно вот такое по размерам, да. Потом это здание сносится, нахуй, и на его месте появляется кран, да, вот. Краны я вам сейчас продемонстрирую. Кранов обычно 3-4 штуки в город единовременно, то есть, я не видел больше. Видимо, вот этим скорость роста города и ограничена, что 3-4 крана, все. И с какой-то скоростью он растет, и быстрее он не будет расти. Он может расти медленнее или даже уменьшаться, но быстрее он расти не будет. Вот скорость этих кранов, блядь, так, где, вот он, кран, идти, кран, да, появляется. Он строит жилое здание 9, то есть, а строит он на месте предыдущего, то есть, вот было 10, да, к примеру, он как бы начинает строить и построит там 14. У тебя уже вместимость дома 14, у тебя количество жителей прибавится. То же самое касается и других объектов промышленности, блядь, коммерческих зданий. И в итоге у тебя вырастают вот такие, скажем так, небоскребы. Вот коммерческое здание, у него торговых объектов 108, да. Рядом коммерческое здание, объектов 12. То есть, видите, вот это тоже коммерческое здание 12, а это 108. То есть, он постепенно растет. И то же самое касается всего, и промышленности, и жилых зданий. Вот высокие жилые здания, сейчас покажу, вот в этом городе их особо нету. А вот в соседнем, к примеру, есть вот жилое здание на 28, но это не самое высокое. Сейчас повыше найду. Так, ну вот самый населенный у меня Штраут, город, да. Здесь население 1990, был даже больше, что-то подупало, потому что там другой поезд пустил. И вот здесь вот мы видим, но это я не знаю, может это, да, это коммерческое. Вот это на 132, самые мои большие, 132, видите, такой небоскребчик. Ну, конечно, он не сверхбольшой, но в этой игре вот так, наверное, и не будет сверхбольших. Но достаточно большой, вот если мы сравним, но это, правда, промышленное здание, да, вот этот карлик. И это еще тоже на 20, оно так-то еще меньше, вот маленькое еще покажу где-нибудь. Самое маленькое, это 4, даже 4, не 2, по-моему, 2 сам маленький, вот 2. Но он, кстати, на 4 похож, то есть вот начинается вот с такой лачуги, да. И потом они растут. Вот кран опять, да, но вот кранов, я сказал, их 3-4 штуки. И поэтому скорость роста небольшая. Вот так города растут. По сути, не нужно увеличивать их площадь, да, хотя можно увеличивать. Я вот строю дополнительные дороги, вот эти дороги я построил, то есть их не было. Я расширил таким образом площадь города. И вокруг этих дорог могут появляться дома сами. Ты их не строишь, как в SimCity, они сами появляются. Появляются они тогда, когда здесь, блядь, желательно вокзалы, чтобы были. То есть практически это единственный локомотив роста, больше никак они не растут. Возможно, остановки можно строить, но вот построил, что-то они не дают рост. Вот здесь вот есть остановка. Вот здесь вот он вообще не схватывается, здесь уже достаточно давно вокзал. И при этом здесь еще ни одного здания не появилось. Вот, хотя подтверждено документально, что они точно появляются. Потому что у меня вот есть вот такой, к примеру, хуйня, да, вот такой райончик. Вот здесь вот вокзал был, когда я его построил, вот этот вокзал. Здесь было абсолютно пусто. То есть город был вот тут вот, вот тут вот. Здесь не было вообще ни одного дома, ничего. Все, теперь мы наблюдаем, да, вот-вот дома. Это все построено после вокзала. И после дороги, здесь и дороги-то не было, я дорогу построил. Трафик тут такой, да, достаточно мощный. Но это хуйня, здесь есть и пробки. Вот эти все тоже появились. То есть вот это все, я вот эту дорогу построил, здесь ее не было. То есть вот так вот оно и растет. То есть чтобы росло, нужно строить вокзал, а рядом с вокзалом будет все расти и появляться. Вот видите, вот высокое здание, 148 рекорд. Вот оно где появилось? Оно рядом с вокзалом, понимаете. Если вот, к примеру, высокое очень здание, джилое, 41. Но тут правда с ним рядом почему-то ничего нету, кажись. А вот если далеко от вокзала, да, вот тут нихуя ничего не растет, вон один житель. Причем вот грузовые, я так заметил, походу они особо не влияют. Единственное, что может на промышленные влияют объекты. Ну как бы это вроде логично, но не обязательно. Вот грузовые хуёво влияют, вот жилые влияют хуенно. Так, вот у меня длинный, блядь, этот. ТГВ, да, который называется здесь не ТГВ, а ТФВ, кажись. Это, видимо, у них нету прав, и поэтому, блядь, о чем заехал, это я вот туда загнал, что ли? Я его решил продать, наверное. Странно. Я забыл, что хотел сделать. Видите, он здесь называется ТФВ, а на самом деле он не ТФВ, а ТЖВ, ТЖВ. Соответственно, есть предположение, что это все наебка. Вот БРы какие-то есть, но не факт, что 185-е. А, не, он не заехал в это, он просто такой длинный, что он не помещается. Поэтому он туда как бы заехал, а на самом деле он просто не помещается. ТЖВ, ебанутый, в общем, поезд оказался здесь. Нихуя он не прибыльный, нихуя ничего, блядь. Мега убыточный, блядь. И скорость он не едет нихуя, блядь, по крайней мере, на этих трассах у него. Он даже 200 не разгоняет спидор, хотя может 300. Причем сама трасса показывает, как бы, что на ней 300 можно разогнаться. Ну, просто ему длины не хватает от трассы, вот этот участок, он достаточно короткий. Вот, хуево, в общем, ТЖВ я вообще недоволен в этой игре, к сожалению. Ну, он что едет, 108 в час, ну, пиздец. Понимаете, в этой игре разгон как реальный, да, то есть он как разгоняется, как будто в реале. Но расстояние нереальное. И в итоге, блядь, между этими городами в реале был бы, ну, хотя бы километров 20. А в этой игре здесь расстояние, блядь, километра, нахуй, два максимум. Вот, видите, два поезда крест-накрест, вот один есть второй. То есть, блядь, ну, это такая небалансная хуйня. И в итоге, получается, он не может до 300 разогнаться, потому что слишком короткий трасса. Но это нереально, блядь, трасса километра, и тут ТЖВ, блядь, пускаешь. Блядь, это пиздец, конечно. Короче, мы на самом деле, я отклонился, да, я сказал, что вот здесь вот 134 груза надо. Как это все работает? Вот тебе нужно 134 груза на город, и ты соединяешь его с фабрикой одной, да, желательно. Потому что нет смысла с двумя, с тремя вообще никакого. Потому что здесь есть только один вид товаров, собственно. Они так называются товары, здесь нету подвидов товаров. И просто эта фабрика начинает производить столько, сколько потребляет город. То есть, город потребляет 134, она производит 34. Вот эта фабрика производит 304, потому что она подключена к трем городам. К этому раз, к этому два, и к этому три. Она снабжает три города. То есть, по сути, вот здесь 92, да, здесь 92, 180, и здесь 134. Вот как раз где-то 300 с чем-то. Вот она себе 300 производит. То есть, все оказалось банально и неинтересно. И поэтому, я думаю, это как-то будет раскручиваться. Оно, да, оно раскручивается, но оно настолько медленно раскручивается. У меня уже идет 2144 год, и тут толком ничего не раскрутилось. У чувака в группе читал, что у него город в 2000, бля, жителей даже 2500. Причем у него даже поездов-то нету. Ну, дурачок. Он там сделал много автобусных остановок. Ну, не знаю, у меня нихуя они не работают. Город уже, бля, тысяча жителей, это очень много. Вот он здоровый. У меня здесь есть остановки, да, и они толком не работают. Вот пять жителей, это еще что-то много. Пять один, блядь, вот здесь вот несколько. Я понял, что нету смысла много остановок, потому что он скорости... Ну, как мне кажется, у него медленная скорость из-за этих остановок, потому что он постоянно останавливается на них. А смысла никакого нету, блядь, потому что... Я не понимаю, как вообще это все работает толком, да, то есть вроде как... То есть, смотрите, вот здесь вот, видите, сколько тачек, да, пиздец. Пробка охуенная, да. Почему? Потому что все эти тачки едут куда? Они едут вот в этот город, в Нейлси. Но у меня, блядь, этот город, Штраут, соединен с Нейлси с сверхскоростным поездом, вот этим, ТГВ, 300 в час, 300 он не едет, но все равно он очень быстро, он очень быстро едет. То есть, чтобы попасть из этого, город в этот, на ТГВ, это очень быстро. Он тут проезжает, блядь, очень быстро. А вот на этой тачке они, во-первых, здесь пробка, да, она вообще не едет, смотрите, стоит. Но даже если этой пробки не будет, все равно скорость движения тачек, вот здесь вот пробки нет, очень маленькая, видите, как тачка медленно едет. Поезд, вот он там, он гораздо быстрее едет. Эта тачка, она вот поедет тут, 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 тут. Видите, как муравейчики, как тараканы, блядь. Тут, 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 тут. Это очень медленно, блядь, понимаете. Вот, еще тут по пробкам по городу, вот эти здесь какие пробки. Пиздец, да. В итоге я, а игра типа заявляет, и многие писали, вернее, это не игра заявляет, а это заявляют юзеры, которые в нее играют, что пешеходы, да, они выбирают, как быстрее доехать. То есть, к примеру, он работает, вот он живет в этом городе, работает в этом. И он выбирает, что ему быстрее, на тачке проехать, с места дома до места работы, или на поезде, и на транспорте, или пешком, да, он же пешком тоже в счет. То есть, он, например, доезжает на поезде, и потом пешком идет. Но у меня есть автобусы, которые тут завязаны, и они неплохо, как мне кажется, подкидывают. И нихуя, блядь, при всем, при этом все равно здесь дохуя. То есть, по этой логике, что я говорю, да, получается, что они должны ехать на поезде однозначно, потому что здесь очень долго. И они все равно едут. И фишка в том, игры, опять же, это неправильно, что ты можешь эту дорогу уничтожить. Ты вот один сломаешь сегмент, и все, они не будут ездить. И при этом, по идее, и даже я так пробовал, возрастает нагрузка на вокзалы, да, то есть, и это выгодно, блядь. То есть, ты как бы ломаешь дорогу, да, но, по сути, это же геноцид в реальной жизни, вы представьте. Власть, она бы ломала дороги, чтобы все ездили на поездах. То есть, бред, да, так не делают. То есть, это все на экономике строится. Но здесь, блядь, экономика нихуя непонятная, блядь. Вот. И поэтому, пиздец, и города растут медленно, и вот это потребление растет медленно. И в итоге медленно все растет, и пассажирские перевозки медленно растут, и все, короче, медленно, очень медленно. Да, здесь есть ускорение времени, но оно меня бесит. Оно и так время тут достаточно быстро бежит. Ну, блядь, я начал в 850 году, сейчас 150 год. Получается, вот видите, поезда, вот он ждет, пока другой поезд проедет. Получается, уже 300 лет, блядь, прошло. 300 лет, и тут толком нихуя нет, прикиньте. Это же бред, блядь. Еще время ускорять, нахуй надо. И в основном мои поезда, вот видите, по два вагончика, ну, по три. Да, есть у меня и дживи на 164, и есть у меня и до 200 в час, которые едут, забыл, как эти поезда называются, где-то он у меня тут ездит. Тут нету. И в итоге, блядь, я разочаровался вот в этом, потому что, блядь, все это медленно очень растет, перспектив особых нет, слишком медленно. Вот, здесь вот я, видите, перелопатил, здесь по-другому все было, я более длинную сделал, или не длинную, но я сделал на три пути, и одновременно на ней, видите, дальше, как продолжение, три пути на грузовую. То есть, вот это самое оптимальное, как делать это, тут грузовая станция, тут пассажирская. Но, вы скажете, это легко, вот так, блядь, и знали бы, как я заебался. Дело в том, что перепады высот, да, то есть, видите, и мне пришлось здесь, блядь, дырку копать. Вы скажете, ну, выкопал дырку, что в этом сложного? Сложного то, что ты ее выкопал, вроде как все сходится, строишь станцию, которая стоит денег, а в итоге, блядь, не можешь соединить, потому что перепад высот опять. И тебе надо уничтожать эту станцию, заново строить. Конечно, можно использовать сохранение, но, блядь, это же лень, нахуй, загружать, сохранять. В итоге, пока ты добьешься, чтобы построить вот это в одну линию, ты, блядь, сука, блядь, все нервы сожрешь, как будто, блядь, ты в доте играешь, и тебе четыре рака в тему кино. Вот такие же ощущения. И это проклятие всей игры. Вот. Ну, не только это, хотя это тоже, наверное, чуть-чуть не самое главное проклятие. Ну, видите, как красиво я сделал это первый раз, но я потрахался, да, потому что везде так заебешься. То есть, есть старый тип у меня, да, как бы, станция, как я раньше строил, когда не знал этого. Чтобы переделать это ебанее. То есть, раньше, как я строил, вот у меня параллельно, вот одна колейка, да, пассажирская, и одна колейка, ну, или двухколейка грузовая, которая еще вообще не работает. Два отдельных, и они, видите, вот так вот параллельно. Вот он, кстати, этот, который 200 в час. Вот это самый выгодный поезд. Ну, только надо, чтобы достаточно был пассажиропоток, чтобы в него достаточно, он у него 142 вместимость, чтобы, ну, забивался. Иначе он будет, у него тоже очень большая эксплуатация стоит, но если пассажиропоток хороший, то он очень выгодный, очень пиздатый, ну, и современный, заебись. Вот. И вот этот старый тип, и что хуево, да, мне приходилось, видите, дело в том, что с городом должна быть дорога соединена на станции. Мне пришлось вот эту хуйню построить, вот видите, вот такую. А проблема в том, что грузы так очень долго будут доставляться. То есть они прибудут сюда, а потом по дороге поедут. Развозки нет, они своим ходом. Короче, это хуйня полная, так строить, вот вкратце. Хотя в итоге, я когда построил, раньше этого не знал, теперь знаю, что если бы здесь продолжило у меня вот это работать, грузовая станция, то начали появляться вот промышленные здания. Таким образом город бы разросся вот до сюда. Вот они появились, вот это все появились, блядь. Ну вот это мой эксперимент, красивый, да. Красиво выглядит, но это тяжело добиться. Ну вот еще. Вот это заебешься так делать, я говорил, чтобы вот эту развязку такую сделать. Пизданешься и денег столько там, и еще денег столько не было, и сейчас мне бесконечные деньги. Вот, и самое оптимальное, это строить вот именно в одну линию, как я сделал. Ух ты, ебать, сколько здесь, а, нетера, разрастается. 118 хуйней. Вот это вообще здесь пустота была, я, знаете, как скажу, вот город кончался вот здесь вот. Даже, наверное, не здесь, а даже, наверное, вот тут он кончался. Вот тут вот. В итоге я построил вот эту мега станцию, которая соединена с тремя другими городами. И, блядь, видите, тут сколько наросло, дохуя просто. И здесь работает система, я вот строил эти мега проекты, с чего я начал и о чем я не закончил. И оказалось, я строил круговые трассы, да, круголя, длинные трассы, то есть у меня вот этот город соединен с этим, с этим, с этим, с этим. И я думал, один поезд пустить, как в реале, да, вот поезд едет по ЖД-шке, да, и по городам останавливается. Вот это оказалось нахуй не нужно в этой игре, нахуй не нужно. Блядь, здесь сколько пиздец, 89, 90, охуеть. В этой игре, оказалось, работает принцип дурачка, да, по дурачку, блядь. Нужно просто, блядь, строить ближайший, вот есть два города, и ты с ближайшим соединяешь отдельной линией. Дальше есть другой город, да, ближайший, вот, к примеру, этот и этот. Ты их соединяешь линией, все, поезд ходит только туда-сюда, тут. Никаких, блядь, длинных нету. У меня сейчас все-таки есть длинные, один тут поезд ходит, но это хуйня, как оказалось. Короче, рулит принцип, да, когда ты просто вот берешь город, это ебанутиший принцип, и соединяешь его со всеми остальными один к одному, то есть вот этот город я соединил практически со всеми, я соединил с этим, с этим, с этим, наискосок с этим, по отдельности, по отдельности. Вот единственное, с чем я не соединил, вот с этим, а с этим соединилось через один город, то есть вот линия, которая, поезд едет сюда-сюда, вот то, что я сказал, что так нехорошо. То есть в идеале надо соединить этот город не через этот, как в реале все делается, а человек просто напрямую, вот, и когда я это сделал для этого города, у него было жителей 300, да, он был самым отсталым, и сейчас 665 жителей, то есть у него стал резкий рост по жителям, по крайней мере, то есть экономика работает таким способом, что ты соединяешь его с другими, с другими городами, сюда начинают прибывать жители и растет население, вот так вот как-то примерно, либо они в другой город ездят, чтобы, к примеру, на рабочие места, да, к примеру, здесь много жителей, но мало рабочих мест, и они ездят в тот город, где много рабочих мест, но мало жителей, вот, но больше всего меня разочаровал, я тут построил мегалинию, на которую я убил дохуя денег, я в том еще видео освещал ее, и в том видео я до конца не достроил, а в этом видео я достроил ее до конца, и, короче, в итоге эта линия вообще не заработала, и вот это, блядь, я так был разочарован, что хотел бросить эту игру, вот, но потом все-таки не бросил, еще поиграл, понастроил, понял, как растут города, увидел, потому что до этого я видел, что они растут, но видел, что они растут медленно, ну, как бы, это и так я даже сейчас понимаю, что медленно, но, по крайней мере, я увидел, как их можно стимулировать, да, как что-то мутить, но это все равно очень медленно, из-за этого играть не хочется, потому что настолько это медленно, что пиздец. короче я построил мегалинию да она соединяет этот город вот тут завода блять тут лесопилка тут еще лесопилка тут блять еще какая-то хуйня тут еще один город тут еще одна железная руда добыча тут лесопилка тут город и тут трудно рудная шахта не рудно-угольная в итоге была идея до чтобы состав ходил по этой линии один состав он бы этот состав брал здесь угол уголь доставлял сюда товары доставлял сюда лес здесь брал руду доставлял сюда товары здесь брал лес на леса здесь лес брал здесь на лесопилку отправлял здесь блять на завод отправлял и здесь товары то есть это было бы мега прибыльная как блять сибирской транссибирской магистрали это должна была быть мега прибыльная блять линия я в ее столько сил убил столько денег вы представить не можете это я в том видео плакал как я вот сколько я денег убил чтобы вот тут построить и блять вот этот отрезок то что из-за высот здесь блять нихуя не строилась короче убил 10 или 20 миллионов на малюсенький отрезок из-за высоту перепадов ну тоже я немножко неправильно делал час опытом я по-другому сделал но блять это я столько сил убил в эту трассу и в итоге что вы думаете она нихуя не заработала то есть ее построил пустил по ней поезд и самое главное что было это вот завод да вот он называется блять это завод столь сталь литейный ему нужна руда которая здесь есть вот здесь есть рудный завод но он далеко иши и нужен нужен уголь вот угольный но видимо из-за того что расстояние сверх большое да то есть вот отсюда вот так вот надо ехать до сюда сюда это очень много то есть это блять пол карты практически видимо и вот из-за этого он просто не завелся не завелся он не стал возить руду блять на завод а это все в автоматическом режиме как я говорил ты не можешь ни на чем влиять ты можешь только построить дорогу и он будет возить может быть из-за того что здесь уже был насыщен продуктами да то есть город и поэтому продукция этого завода не нужно но меня не ебет я столько сил убил короче это нихуя не заработала вот после этого я блять чуть не расплакался вот но потом все таки я решил еще запустить игру и начал по-другому короче в итоге я вот эту с мега трассу построил она не заработала в итоге я понял что я построил другие какие-то трассы да там тоже продуктовые так сказать да новые где вот она ща покажу блять ниже нихуя ну вот она вот круговая трасса да вон город вот смотрите так так нефть и нефтезавод новая это моя трасса и оказалось что вот самое эффективное это строить такие простенькие трассы то есть буквально должно как быть ну сырье завод и город все три станции то есть даже у меня вот я здесь все таки большая станция на где у меня включены завод город сырье город то есть по сути завод сырье и два города подключены к трассе на даже она не особо эффективно самое эффективное это по сути просто три штуки соединить блять сырье завод и город и все и конечно это очень хуево вот у меня на один из самых длинных сейчас поездов причем самый дорогой из грузовых 1800 стоит еще глю такой игры когда слишком длинный состав да я вот этого хотел добиться хотя он еще не сверх длинный но длинный и если платформа короткая правда у меня длинных нет я не знаю может на длинных то же самое когда он подъезжает он еще пропадет видите пропадает для моделька пропадает но это глюк но я так предполагаю зато это происходит тогда когда состав становится достаточно длинным видите здесь два три 4 5 6 вагонов 7 8 9 10 11 вагонов вот этот самый дорогой поезд который грузовой он 1800 эксплуатации или что-то такое не помню но сам драга почему он старый но при этом он сам драгу но сам мощный типа не тягает большая затяги видимо он разгоняется быстрее вот и короче вот эти все минусы до перечислю их еще как резюме первый минус проблема с перепадами высот очень большие проблемы второй минус проблемы со скоростью поезда нихуя не разгоняются до своих скоростей они вот-вот он едет да блять и вот этот поворот и за это поворот он очень сильно блять снижает скорости едет блять 50 километров в час в итоге он медленно ездит но этот ладно и тху с ним он грузовой ладно ху с ним а вот эти вот ты живи я просто хуеваю то есть даже вот этот который 200 в час да вот грузовой где он тут вернее пассажирский он даже здесь часто не есть ну правда здесь небольшой отрезок он там 160 хорошо разгонится и все вот он тараканчик вот у него максималка 200 так он для хорошо 160 разгонится это заебись вот ну в итоге блять вот я так с этой игрой так сколько я минусов перечислил блять перепад высот скорости не разгоняются и то что медленно растут города но в принципе еще не интересно что нету распределение по товарам да потому что какой смысл есть заводы разных товаров да там стали литейные нефтеперепорабатывающие а товары они производят один тот же который называется товара то есть смысл а смысл то зачем разные и в итоге получается чуваки что грубо говоря один завод может снабжать хоть пол карты у завода я пока что ограничение не увидел такое ощущение что сколько к нему городов подключить столько он и будет производить и возникает вопросы нахуя то все эти заводы на карте да их много если один завод на там два завода могут кормить всю карту вот дисбаланс нет смысла в этих заводах то есть здесь есть вкладочка до промышленности вот видите сколько вот их ну правда сырьем но тут заводов короче достаточно много на как бы ну что где есть грубо говоря а всю карту могут кормить два завода он сколько едет этот поезд блять где он тут 90 в час сейчас тормозит уже план забыл я пропустил вот есть тут настроил всяких параллельных бля это самое простое в этой игре не круговое движение обеспечивать с этим проблемы вот просто параллельных раз настроить поэтому я вот когда у чужих людей смотрел блять их сейвы у них там по 57 параллельных путей я думал нахуй так а просто игра к этому блять делает что так про все короче нет смысла что то выебываться строить какие-то развязки развилки блять просто строишь блять параллельные пути один с соединяешь вот но как бы игру создали с нуля да на на этот донат поэтому понятно чуваки не так не немало сделали все равно игра достойная понимаете не сорян эти минус так ну и собственно вот эти вот минусы да забыл я сказал что города растут медленно да и они все равно неинтересно растут да то есть однообразное здание блять небоскребов нормальных покажет не вижу кто знает может они будут но я и на чужих сэйвах не видел но чужие сэйвы я смотрю основном никто вообще не играет то ли играют как-то с какими-то блять читами то ли еще что-то непонятно у них вообще это даже у самых лучших а большинство вообще играют блять first давайте лет сплэй блять там конь долбоеб лиц плеч который нихуя не понимает да блять что-то жмет кликает но не все долбоебы эти лиц плечики вот есть вот пробочки такие дороги я максимально расширял но не везде получается сносить неохота да как бы то есть к примеру здесь вот не по вот здесь не получается расширить надо сносить а нахуй сносить это уменьшит рабочие места и так далее почему здесь все влияет то есть я к миру поезд сломал да тут для пивка хочется пиздец вообще есть хочется что давно не ел это к 7 пиво ебнул нам нужно не ел блять но пивка я обещаю дернул прямо захотелось такого горький гореченького горе блять как это сука гуля блять горчичного горьковатого с чипсами пиздец короче блять поменял пояс на другой почему-то поезд даже стал круче это 4 живи я поменял этот 200 в частный ты живи поезд стал круче дороже а при этом пассажиропоток почему-то убился хуй знает почему пассажиропоток убился блять и население города упал то есть отча тысяч тридцать населения она падала она тоже был где тысяч тридцать упал до девятьсот пятидесяти вот то есть население она падает нахуй если не поддерживать то она у тебя упадет ну не знаю до скольки но упадет короче вот так ты разочаровался в игре хотя в принципе видите тут и пробки такие блять достаточно неплохие но это нет никого моделирования на самом деле то что они могут пропасть и так далее с одной стороны игра дала шанс хуенные какие-то новые охуенные ощущения я не жалею все равно об этой игре в то же время она расстроила потому что очень много ограничений очень много тупостей вот но я поиграл skylands skylands глянул блять со словом оказалось во первых это тот же самый sim city только с большой картой то есть тот же самый движок вообще практически все там тоже самое просто большая карта а так как в sim city достаточно много играл как бы ну то чтобы много но достаточно там сейв есть то меня взломала заново все строите блять то же самое плюс там мне не понравились блять организация канализации электричество гемона блять вот поэтому хуйня полную общем школьники как обычным просто прорекламировали они сами не играют только пиздец кайландского никто почему не играет а все только пиздят вот это реально эта игра не сравнится низким скайландсом гораздо круче блять про войске вообще рулит вот вот такое видео все будут завершать так нам долго блять запиздился короче полнейший аналитик на самом деле в этом в этом видео на самом деле полнейший аналитика которую вообще в интернете нигде не найдете я всякие формы подсчитывал никто нихуя не знает то есть я самый большой эксперт по этой игре я думаю в стране и даже в мире больше всех знаю блять там одни крестьяне играют блять тупые нихуя у них нету блять игра про железные поезда блять дурачок построил на 2 500 город и ни одного поезда нету ну блять что за больные люди а пиздец вот ну я тогда еще не знал как растут города если бы я самого начала этим занимался меня тоже были бы города уже по 2 500 почему там только один город так построил вот сейчас я знаю как вот я вот я занимаюсь у меня города растут не кисло так а тогда я не понимал и ща вот я уже все знаю но я все равно думаю что эта игра будет развиваться то что и не бросают это как бы ну бесконечный проект будет какой-то все тренд симуляторы евро track симуляторы то есть постоянно что-то делают я думаю это будет игра развиваться и лет через пять это будет такая вкусняшка ну даже через год через два там будет постепенно улучшаться я думаю так и будет это будет мега хуенная игра потому что просто пиздец экономику нам подтягивать экономику скорость вот эти все минусы что я говорил все нам подтягивать будет она и так-то пиздатая просто я уже заигрался да я в него очень много играл я уже заигрался имеет уже не так не прикалывает как мне это прикол вначале вначале меня это хуя наприкал сначала я так вот просто дело смотрел любовался чем нет уже под заебало как бы одни и те же модельки потому что в одном времени я уже играю до хуя лет и поезда одни и те же уже собственно тут других поездов и не будет это топовый так сказать поезда все чуваки пакет вьет ты